В Самаре в этот день открыли работу известного скульптора Ивана Мельникова. Монумент установили на том же месте, где раньше был только памятный знак из красного мрамора. Считается, что именно в парке Гагарина находятся 9 безымянных братских могил, в которых захоронены более 3000 человек. Владимир Савинов приходит в парк Гагарина каждый год. У него на то свои причины. Он, как еще 60 тысяч детей репрессированных Самарской области, своими глазами видел отца, уезжающего в никуда в черном воронке. В 1942 году, в 1937 году, где-то репрессировали и реабилитировали после смерти Сталина. В 1942 году он умер. Ему было 44 года, моему отцу. И вот я каждый год сюда приходим, с дрожью, с слезами, вот приходится вспоминать это. До сегодня вспоминать особо было негде. На месте скульптурной композиции «Спас» раньше стояла небольшая гранитная плита, которую отыскать-то можно было не сразу. Зато теперь бронзовый монумент, мужчина с терновым венком на голове, возвышается почти на 5 метров. Сложно сказать то, что могут сказать люди, потому что у каждого свой взгляд и свое восприятие в этом мире. Но уже как бы есть положительные отклики о том, что я высказал ту мысль, которая, в общем-то, существует в этих вот именно политических репрессиях. Идея увековечить память жертв политических репрессий чем-то более внушительным родилась много лет назад. К скульптору Мельнику общественная организация по реабилитации репрессированных обратилась 10 лет назад. Мастер говорит, что 80% прошедшего времени ушло на утряску организационных проблем, все остальное на творческое воплощение. Это радует, что все-таки тех, кто погиб, именно вот в период репрессии, и при том необоснованно погиб, наконец-то все-таки их помнят и открывают память, хотя добивались очень долго, чтобы эта память была установлена. Точное число жертв полит репрессий почитать вряд ли удастся. По официальной статистике в одной Самарской области их порядка 130 тысяч. Многих из них уже нет в живых, но есть их дети, внуки, друзья. И память, которая теперь приняла величественный бронзовый облик. Иван Попов, Александр Дмитриев, Новости губернии.